795 миллионов рублей на вравнивание бюджета. 440 для строительства хирургического корпуса республиканского онкологического диспансера. Михаил Игнатьев рассказал на еженедельном совещании о результатах встречи с президентом страны Владимиром Путиным. До празднования 550-летия Чебоксара остается 5 лет, а объекты строительства и реконструкции, приуроченные к этому событию, оказались в листах ожидания. Правительство России приостановило финансирование юбилейных дат из федерального бюджета. Позиции министерства финансов, отдельных министерств, не буду называть, хотят просто приостановить финансирование юбилейных дат в связи с тем, что в федеральном бюджете дефицит трест. Многие объекты попали у нас в листы ожидания. Михаил Игнатьев обратился к республиканским министрам. При первой же возможности, как только появятся средства, необходимо лоббировать интересы Чувашии. Среди прочих вопросов был и отчет министра экономического развития о реализации республиканской адресной инвестиционной программы по итогам первого полугодия. В 2014 году на финансирование объектов республиканской адресной инвестиционной программы предусмотрено направить порядка 5 миллиардов рублей бюджетных инвестиций, в том числе субсидий из федерального бюджета 2,3 миллиарда, примерно столько же, чуть больше, 2,3 из республиканского и из местного более 280 миллионов рублей. Так, в рамках республиканской адресной инвестиционной программы запланировано строительство 70 объектов. Из них 40 объектов, переходящие из 2013 года. В течение года за счет средств республиканского бюджета планируется вести в действие 12 дошкольных учреждений. Еще 2200 детей получат места в детских садиках. Также будут открыты ФАПы, спортивные объекты. Предусмотрено строительство автомобильных дорог в республике. По многим объектам средства освоены на 100%, но проблемными остаются объекты федеральной программы «Чистая вода». В части освоения республиканских средств отметил министр экономического развития. Глава Чувашия акцентировал внимание на своевременном освоении выделенных средств. Выигравшие аукционы подрядчики должны сполна выполнить свои обязательства, подчеркнул Михаил Игнатьев. Министр образования рассказал о подготовке квалифицированных кадров. Многие предприятия открывают ресурсные центры на базе учебных заведений. Тем не менее, преодолеть дисбаланс между спросом и предложением в образовании пока не удается. В направлении такой подготовки, как экономика управления, сегодня готовится 3152 выпускника, а потребность всего 847, то есть четырехкратное превышение. Или гуманитарная специальность 2467, а потребность 557. Дисбаланс, к сожалению, сохраняется. Глава республики подчеркнул, что сейчас необходимо акцентировать внимание на подготовке высококвалифицированных рабочих. Нехватка таких специалистов обсуждается и на федеральном оборудовании. Татьяна Трофимова, Надежда Яковлева, Антон Вовк, Республика.